Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые дамы и господа. Мы уже общались некоторое время назад по другому поводу. Сейчас у меня мои коллеги, председатель Китайской Народной Республики Худзинтао, президент Бразилии Лоло де Сильва и премьер-министр Индии господин Синк уполномочились сделать вот это заявление по итогам первой полноформатной встречи БРИК на высшем уровне. Хотел бы сразу сказать, что по нашему мнению это выдающееся, можно сказать, историческое событие. И я хотел бы высказать слова признательности моим коллегам за поддержку проведения этой встречи, за согласие провести эту встречу и за согласие провести эту встречу в Российской Федерации в Екатеринбурге. Я полагаю, что все лидеры согласятся со мной. Наш первый, наш стартовый саммит оправдал ожидания. Разговор получился не просто серьезным и обстоятельным, он был абсолютно предметным, ориентированным на практические пути, на поиск путей решения наиболее актуальных проблем современности. Ну, конечно, прежде всего мы говорили о финансово-экономической ситуации в мире, она сложная, мы обменялись впечатлениями о том, что было сделано некоторое время назад с нашим участием, я имею в виду и саммиты-двадцатки, которые прошли в Вашингтоне и Лондоне, и о том, что предстоит сделать. Но самое главное, мы это обсуждали под практическим углом, перспектив нашей работы и эффективности сотрудничества четверки БРИК в борьбе с глобальным кризисом, включая, конечно, и нашу работу на других площадках. Мы договорились о том, что мы будем координировать такого рода работу, мы будем обсуждать самые сложные вопросы, мы будем обсуждать параметры новой финансовой архитектуры, для чего дадим поручение нашим министрам финансов, нашим председателям центральных банков, других заинтересованных структур, чтобы они встретились и подготовили свои предложения, которые мы впоследствии, естественно, самым внимательным образом изучим, и, может быть, в случае их одобрения будем проводить в жизнь. По итогам дискуссии нами принято совместное заявление. Мы также определили задачи, решения которых способно вывести международное сотрудничество на качественно новый уровень, обеспечить более четкое и оперативное взаимодействие всех стран, не только в связи с необходимостью преодоления кризиса и формирования справедливой мировой архитектуры, но и по другим, самым серьезным, самым значимым вопросам. А к их числу относятся и продовольственная безопасность, о которой мы говорили, и энергетическая безопасность, которую мы также обсуждали, и другие вопросы, которые стоят в глобальной повестке дня. Мы договорились о более тесном и регулярном сотрудничестве по линии ведомств. Я уже упомянул Министерство финансов и Центральные банки. Главным координатором работы по линии БРИК выступят Министерства иностранных дел. Будут, естественно, принимать в этой работе и другие заинтересованные государственные структуры. Это могут быть и Министерства сельского хозяйства, Министерства, которые отвечают за развитие торгово-экономических отношений. Надеюсь, что в этой работе также примут участие региональные власти. И очень важным также является сотрудничество на уровне бизнес-форумов, на уровне контактов между представителями бизнес-элит наших стран. Я думаю, что чем более широким будет спектр таких рабочих контактов, тем более успешным будет сотрудничество в формате БРИК. Уважаемые коллеги, я считаю, что в целом от того, насколько динамично развиваются наши экономики, экономики Китая, Индии, Бразилии, России, от этого зависит в конечном счете и развитие многих экономических процессов в мире, зависит промышленный потенциал, ну и в известной мере и глобальная безопасность. Поэтому наша цель остается прежней. Эта цель заключается в укреплении коллективных начал, в укреплении правовых начал международной жизни. Мы говорили о том, чтобы сделать порядок принятия решений по самым актуальным вопросам международной повестки дня и экономической повестки дня, и внешнеполитической повестки дня по вопросам безопасности более справедливым. И, наверное, это тоже один из ключевых терминов, которые мы сегодня должны использовать. Саммит БРИК должен создать условия для более справедливого мироустройства и для формирования благоприятной среды, которая позволяла бы решать актуальные задачи мирового масштаба. При этом, конечно, мы не должны забывать и о своих национальных задачах. Это для каждого из нас безусловный приоритет, как для руководителей соответствующих государств и правительств. Я хотел бы от имени руководителей стран, представленных здесь, поблагодарить тех, кто помогал в организации этого саммита. Я хотел бы сказать отдельные слова признательности в адрес Екатеринбурга. Всех, кто принимал участие в подготовке мероприятий сегодня и вчера, эти дни были очень непростыми для Екатеринбурга. Это населённый крупный город. Мы, наверное, внесли и определённые проблемы в его обычную жизнь. Но я прошу горожан, прошу всех, кто проживает в Екатеринбурге, в Свердловской области, не судить нас строго, потому что мы действительно занимались очень важными вопросами. Надеюсь, что от наших решений будет толк. Поэтому я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто организовывал эти мероприятия, выразить надежду на то, что такого рода саммит внесёт свой вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами и в укрепление международной стабильности и безопасности. Я благодарю всех за внимание и желаю успехов и удачи во всём. Спасибо.